Всем привет, сладкие булочки! В этом видео мы поговорим о том, как убрать шум и скрип звука, которые могут появляться, когда вы смотрите видео или играете в игры. И непонятно, откуда они берутся. Я собрал все способы, которые знаю, сейчас расскажу вам о них. Возможно, один из этих способов поможет вам. Первый способ – это отключение эффектов звука. Заходим в панель управления, выбираем звук, затем выбираем динамик и переходим в свойства. Далее вкладка «Дополнительно». В разделе «Монопольный режим» снимаем галочку с опцией «Разрешить приложением использовать устройство в монопольном режиме». Снимаем галочку с опцией «Предоставить приоритет приложению монопольного режима». Дополнительные средства обработки сигнала снимаем галочку с опцией «Включить дополнительные средства звука». Нажимаем «Применить» и проверяем, исчезли ли проблемы со звуком. Если нет, идем дальше. Второй способ – это настройка пространственного звука. Переходим во вкладку «Пространственный звук». Формат пространственного звука вместо Windows Sonic для наушников выбираем «Выключено». Нажимаем «Применить» и «Ок». Проверяем, исправилась ли проблема со звуком. Третий способ – изменение формата по умолчанию. Возвращаемся в раздел «Дополнительно». Формат по умолчанию, выбираем 16 бит 44100 герц. Это универсальный формат, поддерживаемый большинством аудиоплееров. Нажимаем «Применить» и «Ок» и затем проверяем, пропал ли треск или шум. Четвёртый способ – подключение всех эффектов. Если есть вкладка «Дополнительные возможности», просто у меня её нету, я вставил скрин. Ставим галочку на «Отключить все эффекты» и проверяем, пропал ли треск или шум. Пятый способ – это настройка звуковых каналов. Нажимаем «Настройте» и выбираем 5.1 или 7.1 для лучшего качества звука. Настройка лёгкая, займёт всего минуту, после чего проверяем, пропал ли треск или шум. Шестой способ – проверка диспетчера устройств. Заходим в панель управления, далее «Диспетчер устройств», переходим во вкладку «Звуковые, игровые и видео устройства». Найдём наше устройство, у меня это Realtek Audio, подключены наушники и USB микрофон. Вы сейчас видите, что у меня есть устройства Nvidia и они отключены. Я сделал это, потому что они могут конфликтовать между собой, из-за чего может появляться шум и треск звука. Попробуйте просто отключить ненужные устройства и оставить только самое основное, это наушники и микрофон. Нажимаем правой кнопкой мыши и отключаем их, затем перезагружаем компьютер и проверяем, пропал, треск или шум. Если нет, идём дальше. Седьмой способ – это откат драйверов. Нажимаем правой кнопкой на устройство, выбираем «Свойства», затем вкладка «Драйвер» и нажимаем «Откатить». Если вы обновили драйвера и треск появился после обновления, это может помочь. Восьмой способ – это обновление драйверов. Выбираем «Обновить драйвера», автоматический поиск драйверов, Windows сам выполнит поиск и установит его, или выбираем «Найти драйвера» на этом компьютере. Далее выбрать драйвер из списка доступных драйверов на компьютере, и здесь есть список, можете попробовать выбрать один из вариантов и установить. Девятый способ – это поиск драйверов на официальном сайте. Узнаем модель материнской платы через MS-Info32, ищем модель и изготовителя. Например, у меня это Gigabyte Z370PD3. Заходим в Google, ищем Gigabyte Z370PD3 и переходим на официальный сайт. В разделе «Поддержка» находим последнюю версию драйвера аудио, скачиваем и устанавливаем. После установки проверяем звук. Десятый способ – подключение системных таймеров. Вернемся обратно в диспетчер устройств, далее вкладка «Системные устройства». Здесь мы найдем системный таймер и высокоточный таймер событий. Эти два элемента также влияют на качество звука. Попробуйте отключить их и проверить, пропал шум или треск. Одиннадцатый способ – проверка подключения наушников. Если наушники подключены к переднему разъему корпуса, попробуйте переключить их на задний разъем материнской платы и наоборот, и проверьте, пропал ли шум или треск. Двенадцатый способ – проверка оперативной памяти. Теперь перейдем к более серьёзной проблеме, связанной с оперативной памятью. Иногда она может быть пырной или грязной, поэтому стоит извлечь её и протереть, а также очистить слоты от пыли и грязи, если они туда попали. Тринадцатый способ – проверка компонентов материнской платы. Ещё одной причиной шумов и треска могут быть неисправные компоненты на материнской плате. В таком случае рекомендуется рассмотреть покупку отдельной звуковой карты или даже новой материнской платы. Если вы знаете ещё какие-то способы, которые помогли лично вам, напишите в комментариях. На этом всё самое главное. Берегите себя и своих близких. Пока!